Режим самоизоляции в Свердловской области будет действовать бессрочно до особого распоряжения. Как уточнил губернатор, комментируя на своей страничке в Инстаграм, пожалуй, самую обсуждаемую тему текущей недели, изначально предполагалось, что режим повышенной готовности будет действовать на Среднем Урале до 20 апреля. Но, далее цитата от главы региона, обстановка меняется, и хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, он будет действовать до особого решения по его отмене. Конец цитаты. Впереди праздники, впереди праздники религиозные и так далее. Вы знаете, что мы настоятельно всем рекомендуем все эти праздники отметить дома, потому что это, наверное, будет угодно и Богу, и нам. За последние сутки на Горноуральщине зафиксированы еще 4 случая заболевания коронавирусом. Специалисты подтвердили диагноз COVID-19 у жителей Екатеринбурга, Ревды и Полевского. Таким образом, ровно за месяц с момента диагностирования первого заболевшего коронавирусом на Горноуральщине, 115 свердловчан подхватили инфекцию. Состояние семерых пациентов тяжелое, у 13 средней тяжести, у остальных удовлетворительное. За сутки из больниц были выписаны двое, а всего врачам удалось поставить на ноги 49 человек, то есть практически каждого второго заболевшего. В стране в целом все намного хуже. Во-первых, накануне в последнем здоровом регионе страны на Алтае был зафиксирован диагноз коронавирус. А во-вторых, за последние сутки появились 4070 зараженных. Так много не было еще никогда. Общее число инфицированных перевалило за 32 тысячи душ. 2500 россиян удалось вылечить, умерших 273 человека. Все-таки не зря, говорят, беда не приходит одна. Пока все, мировое сообщество прогрессивно и не очень бьется с коронавирусом, против свердловчан, рванувших на дачи, чтобы вдали от больших городов пережить всемирную пандемию, клещи ополчились. Притом, по информации главного санитарного врача Горноуральщины, зверствуют зловредные насекомые пуще прежнего. Мы фиксируем резкий рост покусов клещами. Вот за последнюю неделю число покусанных людей выросло в 4 раза. И уровень покусов превышает среднемноголетний уровень почти в 4,5 раза. Клещи в этом году чрезвычайно активны. Сезонную напасть можно было бы и пережить. Ведь в отличие от коронавируса, против клещевых укусов есть вакцина. Но! В отношении взрослых пока рекомендовано вакцинацию приостановить. Поэтому я почему и призывал осторожно отнестись к выходу в леса, поскольку сейчас прививки постановкой затруднена. И фактически человек будет беззащитен в случае, если укусит клещ. Поэтому ограничьте выход в зоны риска. В общем, уральцам на время придется позабыть о дачах и о служебных командировках Москвы и Питер. Еще раз хочу обратить внимание на то, что нужно исключить всякие командировки в эти регионы. Это раз. Во-вторых, те, кто оттуда приедут, они будут изолированы либо в условиях гостиницы, если такие возможности имеются, на две недели, я повторяю. Либо в домашних условиях, если это наши жители, которые возвращаются в свой регион, и за ними будет установлен контроль. Либо, если нету ни другой возможности, нет, они будут изолированы в обсервационных условиях. Карантинные посты появились на всем пути следования поездов из эпид неблагополучных регионов страны. И, соответственно, на всех тех станциях, где имеют место быть московские и питерские поезда, они не только через Екатеринбург ходят, они ходят в Красноуфимск, Серов, еще ряд городов. Будут установлены специальные посты, естественно, в аэропорту Кольцова, которые будут соответствующую работу с гражданами проводить, и, как я вам сказал, в зависимости от ситуации, отправлять либо на самоизоляцию, либо на изоляцию в гостиницу это будет проверяться, либо на изоляцию в обсерватор. Мы считаем, что это сейчас необходимо. Им будут выдаваться больничные листы. Разумеется, с точки зрения дилетанта, проще было бы вообще закрыть авиасообщение с российскими столицами. Как? Отменены регулярные полеты в заграницу. Тем более, что со вчерашнего дня возвращающиеся из командировок сверхловчане в коронавирусном смысле ничем не лучше туристов, вернувшихся из-за бугра, из стран, где свирепствует пандемия. Но область не вправе закрывать на замок свои воздушные врата. В целом запретить авиасообщение мы просто не имеем права. Ну а вот обеспечить меры безопасности для тех людей, которые летают, и тех людей, к кому летают, мы обязаны и будем это делать. На земле, вернувшихся из так называемой красной зоны, по аналогии с больничными боксами, с инфицированными COVID-19 пациентами, ждут очень строгие меры тотальной двухнедельной самоизоляции со всеми вытекающими последствиями в случае нарушения карантина. Этот документ обязательный к исполнению. Его неисполнение влечет административную ответственность, а в случае, если будет причинен вред здоровью, то и иные меры ответственности. Мы списки по этим людям передадим нашим коллегам из УВД. База данных сейчас такая создана. И они будут периодически проверять соблюдение вот этого режима. Поэтому здесь достаточно все серьезно. Я прошу всех отнестись к этому с пониманием и учитывать при планировании своих командировок, при планировании своих поездок. Протоколов, заполненных на тех граждан, которые нарушают режим самоизоляции, хочу обратить на это внимание. У нас увеличено количество патрулей, и эта работа будет проводиться в дальнейшем, особенно в выходные дни. При этом приоритетом, как я уже сказал, будет та работа, которая связана с ограничением въезда на территорию области, с особыми карантинными мерами для приезжающих на территорию области из центральных регионов России. В первую очередь, это московская и петербургская агломерации. Это будет нашим, безусловно, приоритетом. Юлиану Харченко, врача 6-го инфекционного отделения 40-й Екатеринбургской больницы, сегодня от мировой пандемии отделяют буквально несколько шагов. Больные непосредственно поступают в боксы через улицу и в коридор не уходят. Все процедуры проходят непосредственно в боксе. Еду они получают через окошечко, в одноразовый, который утилизируют после приема пищи в бак с желтым пакетом. Лекарства также они получают через окошечко. К слову, многие уральские врачи, лишь на время сна покидающие передовую, не рискуют домой возвращаться. Они, в отличие от некоторых легкомысленных горноуральцев, точно знают о последствиях заражения COVID-19. И чтобы минимизировать риск и заразить семью, просят изолировать их от родных в гостиницах и желательно поближе к месту работы. Да, это абсолютно правильная практика. Медики уже несколько недель назад обратились к просьбе, которая уже выполнена, предоставить им места в гостиницах. Я не буду сейчас говорить, где и в каких именно. Для того, чтобы минимизировать риски распространения в семью. То есть люди, понимая, что они находятся, так сказать, на фронте в некотором роде, и собой они в некотором смысле и рискуют, но хотят огородить от этих рисков своих близких. И мы решили этот вопрос. И при поступлении таких заявок будем решать его и дальше. У тех же, кто оказался по ту сторону герметично изолированных больничных стен, кроме казенного койка места, есть лишь телефоны и надежда на выздоровление. Притом, в отличие от Европы, от Америки и даже Москвы, у свердловских пациентов. Шансы на выздоровление очень высоки. Не менее 40%. У больных есть телефон. И если есть какие-то жалобы, вопросы и предложения, они связываются с медперсоналом. В список горноуральских городов, в которых действуют более жесткие ограничительные меры, кроме Екатеринбурга и Красноуфимска, попали Нижний Тагил, Полевской, Верхняя Салда, Красноуральск, а также Богданович. Есть еще одна плохая новость. По утверждению специалистов, несмотря на отлаженную и эффективно действующую систему тестирования COVID-19, зафиксированные случаи заболевания коронавирусом лишь верхушка айсберга. Диагностируется верхушка айсберга. И вот в классике мы не так хорошо знаем этот вирус, но в классике выявленный к невыявлению один к десяти. То есть можно представить, сколько у нас невыявленных случаев есть. Вирус в отсутствии вакцины, он неуправляем. Остановить его распространение достаточно сложно. Поэтому вот правила сегодняшнего дня, и это все должны иметь в виду, что потенциально каждый человек может быть носителем этого вируса. Каждый. Кстати, сегодня горноуральщина может, если, конечно, захочет отметить в самоизоляции первую месячную коронавирусную дату. Ну, говоря о эпидемиологической ситуации, мы сейчас проходим пятую неделю от начала регистрации первого случая заболевания, которое, напомню, состоялось 17 марта, когда был выявлен первый больной. И за этот период мы стабильно, еженедельно растем на 65-70%, даем прирост к уровню заболеваемости новой инфекцией. Как предполагается, завтра под вечер в Кольцово должен приземлиться рейс Бангкок-Екатеринбург, на борту которого на родину вернутся свербловчане и южноуральцы. Как уточнили в Минкомсвязи, количество мест в лайнере ограничено. И после заполнения рейса будет сформирован листок ожидания для тех, кто улететь не сможет. Прилетевших, естественно, ожидает строгий карантин. Кстати, накануне в Екатеринбурге мировой судья Верхосецкого района вынес, похоже, первый в губернии оправдательный приговор предполагаемым нарушителем режима самоизоляции. Прошлую субботу полицейские остановили двух мужиков на Висбульваре, спешивших в ближайший прудмаг за пивом и продуктами. На пивных ходоков были составлены протоколы, но суд не усмотрел в их бродилке состава административных преступлений. Всем привет! Вот так вот с рюкзачком каждый день бегаю почти до магазина, три километра в одну сторону. В режиме самоизоляции выходить на улицу нежелательно, нельзя, а за продуктами можно, поэтому за молочком, за хлебушком продукты первой необходимости каждый день все равно нужны. Похоже, в душе нашего легендарного земляка Антона Шипулина в период карантина борются два чувства. Как депутат Госдумы он должен подавать пример тотальной самоизоляции, но как спортсмен он просто не может сидеть на месте. Тем более, чтобы в его коттеджном поселке Лебедева в 25 верстах от Екатеринбурга и до коронавируса было безлюдно. Так что пробежки магазина обратно в режиме усеченной самоизоляции вряд ли грозят биатлонисту перспективой случайно нарваться на полицейский патруль. И вот по такой проселочной дороге вместе с сыном, который меня сопровождает, бегаем до магазина и обратно. Конечно, он в магазин не заходит, живет у меня на улице, но я в маске захожу, покупаю все, что мне нужно и бежим обратно. Кстати, МЧС выпустила рекомендации, согласно которым на улице ходить в защитной маске нецелесообразно. Она нужна в магазине, в автобусе или при уходе за больным. А вот на свежем воздухе такая защита совершенно неэффективна.